Дорогие витамины! Почему цены на овощи в ставропольских магазинах растут, а вместо свежей местной продукции на прилавках часто можно встретить некачественный импорт? Этими вопросами беспокоились депутаты Думы региона. Чтобы найти ответ, они лично посетили несколько торговых сетей и доложили результаты сегодня на совещании. Итоги получились неутешительные. Убедилась в этом и Светлана Лач. Пока придумали только слово. Мониторинг цен на свежие овощи, проведенный депутатами, показал, что цены выросли, а наши поставщики в достаточном количестве так и не представлены в наших супермаркетах. Какое же это импортозамещение? При сравнении цен на огурцы свежие в указанных магазинах наиболее низкие цены зафиксированы. В гипермаркете «Магнит» 164 рубля за килограмм, поставщик «Иран». И в магазине «Метро» 169 рублей, поставщик не указан. Высокие цены установлены в гипермаркете «Лента» 316 рублей за килограмм и в Пушкинском 277 рублей за килограмм. Поставщики предприятия «Кисловодска». Почему предпринимаемых мер по замещению импорта пока недостаточно? И что нужно сделать еще, выясняли депутаты. Местный производитель поставляет свою произведенную продукцию, выращенную, огурцы, помидоры, в Москву. Получается, что Москва умнее наших сетевиков, получает качественную продукцию, а нам везут из Марокко. Почему? Тоже непонятно. У нас очень плохо работают торговые сети в крае. Есть над чем здесь задуматься всем. Нам и нашему комитету Тимофею Васильевичу, правительству края, комитету по торговле. Почему наша продукция не попадает на наши прилавки? Да, она, наверное, может быть на каком-то этапе будет подороже, но когда сети начнут работать, она станет гораздо дешевле. Еще один не менее важный вопрос – развитие наших курортов. Сегодня много говорят о том, что нужно увеличивать турпоток. Но нельзя забывать о пока еще нерешенных вопросах инфраструктуры. В последние годы почти стопроцентная загрузка на Кавминводах. Всего Кавминводы имеют 36 тысяч мест пребывания. Цикл приезда на пляжный курорт, вы знаете, 3, 6, 10 дней. Цикл приезда на Кавминводы – 2 недели и 21 день. Так вот, мелочный расчет. Даже если это 14 дней, то максимально мы можем принять 860 тысяч человек. Где мы примем еще 600? Трудно сказать. По-прежнему остро стоит проблема сокращения отделений Сбербанка в сельских территориях. Иногда их жителям просто негде снять деньги с карточки, а очереди к специалисту нужно занимать за 3 часа до открытия. Чтобы исправить ситуацию, парламентарии предложили внести вопрос в повестку февральского заседания Думы. Светлана Лач, Николай Попов, Ставропольское телевидение.